Добрый, добрый, добрый вечер! Всем еще раз возвращаемся к матчу между командами Power Rangers и Evil Geniuses. У нас вторая катка в формате Best of 2. Power Rangers первую игру проиграли. И проиграли ее, в общем-то, вполне заслуженно. Не реализовали пик Тинни Висп, слили мид Сумаилу, потом слили игру Сумаилу. Я думаю, не стоит отрицать, что львиная доля успеха команды ЕГЭ в прошлом игре принадлежала именно этому парню. Ну, теперь ЕГЭ у нас играют без Шторма. Шторма третьим баном. Заманили Power Rangers. Теперь посмотрим, как у нас, я думаю, Сумаил будет отыгрывать на линии в миде. Со стороны ПР-ов пошли по стандарту. Единственный нестандарт это Warlock. Пятым пиком залетает для ПР-ов. А так, в принципе, набор персонажей давно примеликавшийся. Рубик, Вич, Доктор, Бэтрайдер, Тролль, Варлорд. Ну, Warlock хоть как-то разбавляет всю эту тухлую кампанию. И переходим к команде Evil Geniuses. Акс, Лина, Бэйн и Леон. Лина, в общем-то, все чаще стала появляться. Вот Бэйн не частый гость. И его появление хоть как-то веселит, я думаю, весь пик команды ЕГЭ. Ну, против Бэйна очень проблематично сражаться. Видим, что по какому-то серьезному лейту у команды Power Rangers пустота. Тролль-Варлорд, единственный, ну, Варлок в лейте, ну, не смешите. Конечно же, Варлок за счет Галлимов там что-то да сделает. Зара, кстати, будет играть на данном персонаже в миде. Чешетский кот отправляется у нас на Бэтрайдере в сложную. Дитяра будет фармить в легком весе. На легком лайне, конечно же, Вич-Доктор, на котором играет Жотм. Прошлая игра была без него. С Тендином был другой парень. Ну, теперь Жотм играет у нас на Вич-Докторе. Джей Фо отыгрывает на Рубике. ППД будет играть на Бэйне. Сумаил играет на линии в миде. Юниверс отправляется в сложную Аксом. Фир на Джаггернауте. Ну, и Ауи-2000 на Леоне. Что, бурными аплодисментами поприветствуем команды. В общем-то, пик у команды Пауэр Рейнджерс такой, что если выстрелит в первые минут 10, то тогда можно и понести. Если вдруг первые минут 10 тухловатая будет игра для ПРов, там как-то против Джаггера, против Факса, против Леона, против Лины тоже, с роскошными Аркановолосами, сильно не посражаешься. Да, ЕГ тут, в общем-то, по пику увереннее себя чувствует, но больше, мне кажется, ПРы загнали себя в ту ситуацию, с которой непонятно, как выходить. При, опять же, при неудачных 10 первых минутах. А у команды ЕГ все есть для того, чтобы сделать эти первые минуты для ПРов неудачными. Имеются отличные нюкеры типа Леона, типа Лины. Есть Бэйн, который готов фиксировать, готов дамажить невероятно мощно за счет Брейнсапа. Тут Найтмар есть цепляющий, ну, всего предостаточно. Ну, и Джаггер тоже вроде бы и лейт, а по факту через Блейд Фьюри и на ранних левелах разваливает очень-очень серьезно. Тем более, не будем забывать, не кто-то там отыгрывает у нас на Джаггернауте, Афир, капитан команды Evil Geniuses. Ну, пожелаем ПРам удачи. Тут действительно надо собраться духом и попытаться эту игру взять в свои руки с самого начала матча. Иначе потом будет очень больно за бесполезно потраченный пик. Пик пока что не внушает доверия мне. Но хочется верить все-таки, да, что ПР смогут на ранних минутах навязать свою игру. ППД уже у нас порезал Варлоку дэмэдж, а значит, Сумаил на линии будет фармить гораздо лучше. Как минимум, ранние минуты. Ну, ждем, ждем, посмотрим. Дитяра, пока что в соло у нас на легкой линии. Здесь Фир, и Фиру помогает АОИ-2000. А где у нас Юниверс? Юниверс в лес отправляется. Дитяра просто в соло оставили фармить. Ну, это уже неплохая новость для команды Power Rangers. Чеширский код у нас ложный на Бэтрайдере. Пока что, я думаю, цеплять не будут его. Хотя, тоже ситуация скользкая, потому что и Хекс, и Импейл. Ну, не Импейл, здесь иначе называется подкоп. Ну, вы поняли, подкоп. Уже, уже у Чеширского кота половины ХП нет. Вроде бы там по АОИ напалмом поливает, а по факту можно стоять и размениваться без вопросов по ХП. Только Фир подойдет. Чеширский код у нас отправится либо за Тауэр, либо в Таверну. Зара против Сумаилу. Всё, Сумаила третий левел. Зара только-только берет третий уровень. Жотм выходит на Сумаила. Вроде бы можно было и касками поймать Сумаила, но далеко крипы. Об этом Жотм прекрасно понимал, потому что здесь только-только к Таверу подошла пачка крипов от Power Rangers. Чеширский код пошел воровать крипов во вражеском лесу. Не очень хорошо у него это получается, но здесь сильно не поворуешь. Бэйн плюс Ауи. Зато забирает руну Баунти. Сумаила поймали. Каски пока что один раз только скакнули. На хосте у нас Жот. Шадоу Ворд у нас повесили на Сумаила. Ну, возможно, это фестблат для команды Power Rangers. Ждем, ждем, ждем. Если не заденает Сумаила, нет. Сумаила никто не заденает. Зара забирает первый фраг. И это уже плюс 500 по золоту для мидера команды Power Rangers. Сразу же прилетает Базилка. Ну, тут, я думаю, стандартная сборка будет для Варлока. Ничего необычного. Только Аганим и только Рефрешер. Больше, в общем-то, Варлоку ничего не надо. Ну, там лишним, конечно, не будут еще Арканы. Ну, а так, по факту... По факту, все должно быть стандартным. Это и так хорошо работающая схема. Зачем выдумывать велосипед команде PR? Они забрали фестблат. Это то, о чем я вам говорил. Если ранние левел, ранние минуты будут для команды PR более чем удачные, то будет великолепно. Варлок качается очень интересно. Кстати, через Shadow World промакшены. А дальше, как я понимаю, плюсы. Плюсы, плюсы, плюсы. Нет, плюс 10, плюс 8. Да, два плюсика вкачал у нас. Зара на Варлоке. Лишнего ничего. Фотал Бонс не надо. Обхивал тоже рановато. Поэтому укрепляется. Укрепляется за счет естественных статов, которые дают ему плюсы. Ну, а что здесь делают Джотм и Рубик, на котором играет J4? Вот это действительно вопрос. Стоит абсолютно одиноко Дитя Рай. И почему Рубик? И чем вообще он там занимался? Мультиспауны. Возможно, да. Два спауна здесь. Два спауна здесь. Да, два спауна здесь. Все, забираю свои слова обратно. Поймали у нас Сумаила. Отправляют назад. Подцепить, если чем. Ауи 2000 подкоп сразу по двоим. J4 через Драгон Слейв. Разобран на запчасти. Джотм сейчас загорится у нас на Юниверсе. Нет, конечно. Шестого левела, но он и не нужен. Ауи 2000 забирает фраг. Ну, в итоге нашли чем ответить. На ФБ забрали даблу из саппортов на миде. Стояли, стояли на легкой линии. Смотрели. Как там фармить детяра. Пришли поразвлекаться. Развлеклись. Отправились в таверну оба. И J4 и Жотм. Бедняги. Сумаил начинает у нас спамить через Драгон Слейв. Стан в один. Драгон Слейв в три. И пассивка тоже в один у нас для Лины. Немного остается до шестого. У Зары уже есть шестой. Уже, в принципе, големы имеются. По закупу варлок без банки, как я понимаю. Да, курица пустая. Зара играет без банки. Но будет, я так понимаю, выходить в ранний аганим или нет? Скорее всего, это будут ранние арканы, а потом уже, конечно, аганим. Как-то рановато. В аганим собираться. Пятая минута. Нет. Сейчас бы заиметь аганим, конечно, лишним не было. Но вы понимаете, прекрасно, это все в ущерб мане. Мидера команды Power Rangers. Так, у нас прошло пять минут. И по графикам. ЕГЭ 200 по золоту. По экспириенсу Evil Geniuses практически на тысячу. Опережают своих оппонентов. По Нетворсу на первом месте. На первом месте Зара. Варлок на первом месте. На втором. Дитяра. На тролль варлорде. 2600 с лишним у Сумаила. У Сумаил на третьей позиции. Ну и дальше идет Фир. Только что Фаизы приобрел себя капитан команды Evil Geniuses. Теперь на пятом месте. Кто это? Юниверс. Который играет на Аксе. У Акса 1100. Уже имеется транквилбуцы. Готовится выход в даггер. Куда же вообще ему выходить еще? Пеппи Ди в общем-то бомжует. У Лины 1100 на руках. Ну и здесь приобретает сразу же Фейсбут себе. Лина. Это будет серьезная Лина. Которая в лейте передамажит любого игрока команды Power Rangers. Насколько я это вижу. Ну с тролль варлордом наверное будут проблемы. И то не факт. И то не факт действительно. Так. Акс видели. Леон. 260 на руках. Но тут саппорт Леон полнейший. Джаггернаут. Покупает себе рейсбенд. Но это готовая квила для Фира. Но дальше будем ждать Мом. Все. Прилетают Фейсбут для Лины. Со стороны команды Power Rangers. Бэтрайдер 870 на руках. После транквилбутцов. Пока далековато до даггера. У Дитяра. 1200 после Фейсбутц. У Варлока. 1600 уже на руках у Зары. Ну купишь же себе Аркан Буцы. Или что Варлок собственно ждет. Тут видимо одной базилки хватает. По фарму опять же Варлок нормально себя чувствует. 90 с руки. Здесь тоже у Лины все великолепно. Но это при помощи артефактов. У Варлока никаких артефактов на дэмэдж. Кроме нул талисмана. Ну и базилки. Ну это так. Это копейки. Это плюс 9. Которые вообще не считаются. У Лины плюс 27 уже. С помогательных. Пойнтов урона. Ну так вроде по вещам разобрались. Да. Вич Доктор ничего. Рубик тоже ничего. Поймали ПИПДИ. В телекинез. Назад отправляют ПИПДИ. Ну тут скорее всего отъезжает. Да. Забирают ПИПДИ. Два. Так. У нас Бэтрайдер в это время горит. Причем горит и по факту. И вообще. Между прочим. На ЛОХП уходит отсюда. Чеширский кот через Клифф перемахнул. И бежать как можно быстрее. Будет ли здесь Шадоу Сворд? Подхилит ли у нас Зара своего тиммейта? Ну наверное есть смысл. Подхиль же. Подхиль другана. Сделай доброе дело. Зара чего тебе стоит? Нет. Зара нас не хилит. Бэтрайдера. Там в принципе. Там где проседал по ХП. Там иди и хилься. У Чеширского кота. Кстати здесь по стакам все великолепно. Сейчас. На руках 1300. Им можно. Вывести. Я думаю еще тут. Тысячу лишних. Тысячу по. Крипам. Так. Что. Зацепили у нас Сумаила. Сумаил на ЛОХП. Джейфо проседает. Лагуна Блейд. И разорвали у нас Джейфо. Хотя. Убили так же. Из самого Сумаила. 3-3 счет. Разменять мидера. Разменять топ фарм. Команды ЕГЭ. На Джейфо, который еле-еле там топ-3 снизу оказался. Это по-моему в плюс команды Power Rangers. По золоту Пэрэш 500. И по экспириенсу должны где-то в ноль сейчас выйти. Посмотрим. Дитяра. Покупает себе Доминатор. Есть также Фейсбутцы. Есть Рингов Базилус. И 700 на руках. У Дитяра все хорошо. У Бэтрайдера 1900. Уже имеется на руках. До Даггера совсем чуть-чуть. У Джейфо 880. У Зары. После Хэнд оф Мидаса. Появилась она где-то минуту назад. Хэнд оф Мидас. И ждем появления, как я понимаю, Фейсбутц. Потому что Блейдс оф Атак уже приобрел себе мидер команды Power Rangers. Ну так, в общем-то, по артефактам ничего необычного. Юниверс уже с Даггером. Пока Бэтрайдер собирает на Даггер, Юниверс Даггер покупает. Готовы врываться на Джейфо. Это будет несложно. Ворвали, загрели. Джейфо на ЛОХП. Даже не пожалел Бейн у нас ульты. Удивительно. Как так получилось и почему, и зачем это надо было. Ну, в принципе, чего копить. Финсгрип у нас 90 с лишним секунд. КД. Когда будет следующая драка, пес ее вообще знает. Ну и 10 минут у нас позади. Джаггеру прилетает Мом. А Леону прилетает Смоук. Ого-гошеньки. Да, Леон, конечно, фармит как не в себя. Хотя 1100 у Ауи 2000 уже есть на руках. У Бэтрайдера также имеется Даггер. Правда, надо курьером себе его еще принести. Но у Акса дела, конечно, получше, чем у Бэтрайдера. У Акса 3800. 3950 даже. У Чеширского Кота на 500 меньше. Все, смотрим графики. ЕГЭ. 400 по золоту, по экспириенсу. Совсем немного впереди, но тоже впереди команда. Evil Geniuses. У Сумейла готовится Юл. Уже, в принципе, стафов из Адри имеется. Осталось насобирать немного, потому что тысяча на руках. Юниверс готов ворваться. Даггер есть. Агрит на себя Жотма. Ульта пошла от Зары. Голем пошел гнать у нас Юниверса. Стоит Жотма, смотрит, как кошмары. Разваливают ППД. ППД убивают. Минус 2 уже со стороны команды Power Rangers. Сумейла тоже убивает через Дезвард. Ничего себе, ПР поели в перерыве. Рубик украл у нас Станут Лины. Правда, Маны нифига не украл. Это проблема. 4-6. ПР выходят вперед по фрагам. И минус 3 на ровном месте. 1400. Power Rangers, по-моему, подсобрались. Ну, Голем здесь, в принципе, танкует. Тауэр должны забирать. Чеширский Кот забирает Тауэр к своим рукам. К своим крыльям или чем-то у нас Чеширский Кот вообще бьет. А, кстати, чем у нас бьет Бэтрайдер? Я почему-то забыл, бросает ли он что-то или плюется птичкой. Ворвался вовремя у нас Чеширский Кот на крипов. Хотя есть Firefly. Надо бежать отсюда через Глиф и бежать как можно быстрее. Все, тэп аут. На базу отправляется оффлейнер команды Power Rangers. Убили в это время Вич Доктора. 5-6 становится счет, где, кстати, ВД развалился. Ну, на миде. Немножко решил погулять. Он дымок, по-моему, от ВИЧ Доктора здесь. 5-6 по золоту. Power Rangers впереди на 2 с лишним тысячи. По экспириенсу тоже 2 тысячи в пользу белорусского коллектива. Но нашли чем ответить, ЕГЭ. Как-то приостановить, как-то вразумить команду ЕГЭ и понять, что Power Rangers не мальчики для битья. Коллектив-то, в принципе, топ уровня. Да, наверное, не топ в мире, но СНГ Дота точно один из топ коллективов в СНГ Доте данный состав. PPD. Ловят каски и все. На PPD они и закончились. Nightmare в Дитяра. В это время убивают у нас ВИЧ Доктора. Ульта пошла от Джаггернаута. J4. Нет, это не от Джаггернаута. Нет, это все-таки, да. Джаггернаута пошла у нас ульта. Где, кстати... Нет. Что такое? Что за Доту? Я смотрю. Как там так серьезно убийства происходили? В итоге забрали Леона, забрали Бэйна и осталось... Остался у нас по-прежнему в таверне ВИЧ Доктор. 6-8. По итогу файта 626 заработала команда Power Rangers. По золоту 1500 ПР, но здесь немножко больше должно быть. По экспириенсу тоже где-то ближе к двум. Сейчас обновятся графики, увидим. У Дитяра появляется Яша. Ну, в одного Лейта идет команда Power Rangers. Не считая, конечно, Големов. Вот Зары. Ну, здесь, в принципе, Сумаил на линии. Сейчас где-то киллы какие-то будет. Зарабатывать, в принципе, комбинация абсолютно рабочая. Через, в принципе, через Стан, через Драгон Слейв. Ну, и там Лагуна и Блейд. И уже по уходящему герою через Фейсбутс добивание. Ну, посмотрим, реализует ли у нас ЕГЭ данную страту. И реализует ли мидер команды ЕГЭ данную страту. Получится ли быстро насобирать себе фрагов, наубивать героев и заработать деньжат. Это тоже вопрос. По золоту полторы тысячи ПР. По экспириенсу чуть-чуть больше тысячи. Тоже Power Rangers. Чеширский кот. Готовится врыв. Ну же, врывайся. Врывайся в Сумаила, наверное. Да, врывается в Сумаила. Увозит его под собственный Тауэр. Флеймбрейк. Сумаил поднимает себе ветра, но должен здесь догорать. Тауэр, опять же, на него заагрится. Лагуна Блейд пошла у нас в Рубика. Перед смертью Сумаил Рубика забирает. Как получается, у Сумаила перед смертью умудрятся еще забирать героев. Юниверс агрит на себя Жотма. Пипедин на лоу ХП, но живет. Ульта пошла от Зары. Чеширский кот забирает в это время Бэйна. Лина в таверне и Бэйн в таверне. Сюда уже готов лететь Джаггернаут. Фир прилетает у него. Второй ульт имеется. Пошел нарезать по Голему. Хекс пошел в Голема. Ну, денег тут должны поднять. 150 для Фира. Полторы тысячи. У Майнкерри команды ЕГЭ и на первом месте Фир. 8300 общий Нетворс. На втором месте по Нетворсу 7500 Варлок. Кстати, у Зары чуть больше тысячи остается до Аганима. Дальше. Тролль Варлорд. Дитяра. Забирает Рошана. Забирает себе Аэгис. И 1800 на руках. После Яши. Денайте же Тауэр, ребята. Где хайскилл Дота. Юниверс врывается в Зару. Зара сразу через Фингер оф Дес. Ну и Финс Грипп у нас пошел в Дитяра. Разменяли никого на никого. Зачем это нужно было? Отъезжает, скорее всего, Дитяра. Да, Лагуна Блейд. Стан под ноги. Покет Дес. Уморил считать. Умеет. Я думаю, он даже вслух это делает. Это, конечно, было безумно со стороны ПР. Хотя, что я знаю вообще о безумии, да. Фир уже начинает нарезать Тауэр. Все, готов. Готова Яша. Имеется Ultimate Orb. Я думаю, Фиру можно даже задуматься, чтобы не идти в Манта Стайл, а сразу собираться прямиком в Скаде. Ну, обидно, конечно, ПР. Так хорошо шли и здесь отдаться втроем. Плюс потерять два Тауэра на Мидлейне. Это нереальное количество денег для команды ЕГЭ. По золоту на три тысячи. ПРы были впереди. Сейчас в ноль. По Экспириенсу тоже. Где-то к трем. Мы сейчас чуть более пятиста опережают своих соперников. Омни... Омни-омни. Омни-слэш, конечно же. Джаггернаут. Это то, что меня сбило. У Джаггернаута уже готов. Манта Стайл. Еще шестьсот сверху. У Леона где-то должен даггер лететь. Да. У Ауи две тысячи уже есть даггер. Ну что, поймали у нас Фира через Дезвард. Фир. Пытается отсюда уйти. Никуда не уходит. Забрали важный фраг. Чеширский кот. Надо бы подсейвить Дитяран. Тут Дитяран ничего не подсейвит. Уже ни врачи, ни саппорты команды Power Rangers. Чеширский кот. Заканчивается Firefly. Как же неудачно. Форстаф есть. Выталкивает себя на хэкграунд. Лететь бы отсюда. ТП-аут срочно. Срочно, срочно. Сумаил здесь уже, но никого, никого не находят. У Зары. Сто голды до Аганима. У Чеширского кота. Форстаф есть. Блинк Даггер есть. Все, в принципе, имеется. Еще и Огрклаб сверху. У Жотман. Урна 1100 по золоту. Бутсов спид для Жотмана. Пока что по серьезным артефактам вообще ничего не появляется. У саппорта команды Power Rangers. Ну, в принципе, откуда? Четыре смерти. Денег-то немного. На предпоследнем месте он нажжет. На последнем ППД на Бэйне. Тут урны тоже до сих пор у ППД нет. Дитяра. На хэкграунде. Фармит толпу крипов. После, после, где вообще? Курица что-то же должна нести, дитяра. После Яши вроде бы были еще деньги. Нет, появляется у дитяра Яша. Имеется 1800 сверху. Ну и маловато. Действительно маловато. На четвертом месте у нас Тролль Варлорд. В смаке команда ЕГЭ заходит в спину игрокам Power Rangers. Зару. Моментально заагрили. Зару, скорее всего, будут убивать. Джей Фо. Украл Берсеркер Колл? Или нет, нет. Баттлхангер украл. Надо бежать. Заре. Квилинг Блейд. Зара заканчивается. Хотя живет. Живет. По-прежнему живет. Это краденый Вард. Это Хилинг Вард, кстати, от Джаггернаута. И выхиливает Зару. Ну, Зара уже рассыпается. Пошла ульта у нас в Бэтрайдера. Финс Грип. Крадет у нас Джей Фо. Ну, Джей Фо теперь очень полезен в этом файте. Во-первых, Хилинг Вард. Во-вторых, украденный Финс Грип. Пойди на базу Регенса и потом подеремся. Я думаю, Джей Фо надо маны просто насобирать. И нормально можно было бы подраться. Пока что до Финс Гриппа еще очень и очень далеко. Да, 200 требует маны. У Рубика всего лишь 115. Чеширского кота 1300 после Огр Клаба. Форстав появляется у нас у Юниверса. То же самое, что у Бэтрайдера, только чуть-чуть поменьше. Уже Акс проигрывает у нас Чеширскому коту. И проигрывает на 1500 по золоту. Дитяра на четвертом месте. У него 2500 на руках. На третьем Варлок. У него 9400 общины творчества. 9500 даже. И Зара покупает себе Аганим. Есть Медас. Ну, что теперь? Теперь Абхива начинается качаться. Но уже готовый Фатал Бонс. Фул выкачал у нас Зара. Ну, посмотрим, как будут работать Големы. Пока что два Голема, упавшие на голову у нас Аксу. В принципе, рассказали, что к чему. На лох и по Аксу у нас отъехал Финс Грипп. Не дали проюзать J4 моментально. Подкоп у нас от Ауи 2000. В принципе, да. Понял, он прекрасно куда попал. Зара тоже отъезжает. Так просто-просто. Команда Power Rangers. То преимущество, которое копило, ну и вообще выравнивание игры, которое они пытались организовать, просто отдала команде ЕГЭ. Минус 3 на ровном месте. Спросите, обязательный ли этот был файт? Совершенно не обязательный. Ну, хотели провязать Финс Грипп. По факту, все погибли, кто был на нижнем лайне. Дитя РАВ. Начинает контр-пуш. Дитя РАВ соло вряд ли разбирается с такой скоростью, с которой это делает команда ЕГЭ. Причем в полном составе. В пятером пушили у нас Evil Geniuses. Ну и уходят отсюда дитяра. 12.5 для Фира. 10.600 у нас для Сумаила. Даггер, Персик. Куда, кстати, Персеверанс для Лины. Линка это будет или это будет рефрешер? Ладно, посмотрим. 1700 на руках. Что там Курьер несет? Диффуза для Фира прилетает. Диффуза. Вот такая сборка для Джаггернаута. Не тысячу лет. Вообще, наверное, в последнее время не видел. И не помню, когда последний раз я диффуза на данном персонаже наблюдал. Скорость атаки большая. Дэмэджа тоже добавляет. Почему нет? Ну, понятно, да? Да, все. У меня так глаза округлились. В принципе, чего им округляться, если диффуза здесь понятно зачем. Чтобы справляться с големами Варлока. Один Пурдж, минус один голем. Простенько. Со вкусом. Ну и Джаггеру не лишним будет этот артефакт. В принципе, почему бы и нет. Словить, кстати, может даже в Омни Слэше, да и крипов забирать. Как я понимаю, в Омни Слэше тоже у нас сможет не крипов, а големов у нас сможет Джаггернаут. Ситуация бедовая для команды Power Rangers. По золоту. ЕГЭ, три с лишним. По экспириенсу полторы тысячи тоже Evil Geniuses впереди. Давайте по вещам пробежимся. Бэтрайдера 2-100 после Огр Клаба. Немного совсем до Блэк Кинг Бара. У Тролл Варлорд имеет уже Блэк Кинг Бар, ну и 500 сверху. У Варлока полторы тысячи после Аганима. У Джейфон. Даггер есть, есть Геос Септер. Можно пожить. У Жотма появляется. Поинт Бустер, у урна готова, тапок голый. Джаггернаут. Мы, в принципе, набор видели. Только еще 1200 сверху. У Леона. Даггер. Готовится выход, как я понимаю, в Юл. У Акса. После Форстафа постихонечку в Блэйд Мэйл выходит у нас Юниверс. Лина. Все-таки Линку себе собирает. От кого Сумейл, кстати, Линку собирает? Я так понимаю, от Лассо Чеширского Кота и Бэйн, Бэйн, Бэйн. Урна и тапок. Больше пока ничего для ППД не имеется. Продолжение следует. Прилетает Линкен Сфера для Сумаила. Ну, теперь немного бесполезным становится Бэтрайдер с его лассо. Но, опять же, фокусить Лину становится бессмысленно. Просто тратить лассо в Линку, это, конечно, нелепо. Избивать Линку есть ли чем? Телекинез. Телекинез или Каски. В любом случае, Линка очень полезная. Фир бьет Рошана. Готовы врываться. Я так понимаю, игроки команды Power Rangers, но можно врываться к Чеширскому Коту. Просто цепляй и улетай отсюда. Завози на хайграунд. Даггер есть у Чеширского Кота. Фира поднимает на глиф и улетает отсюда через Omni Slash. Разорвет же тебя. Он разорвет. Вот. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Мда. Потратился у нас Бэтрайдер, хотя минус 3 сделали игроки команды Power Rangers. ЕГЭ в лице. Сумаила в лице. Юниверса и Ауи 2000 развалились. ППД тоже, скорее всего, погибает. Дитяра. Уверенно, серьезно бьет. Да, тут минус, конечно, дэмэдж, но при этом баши вылетают. Так, кому какая вообще разница, если Бэйн не выходит из баша под ультой Тролль Варлорда, да и просто с Яшей и пассивкой Тролль Варлорда, то какая разница по 150 или по 100? Забрали четверых. По итогу этого файта по золоту, я думаю, ПР где-то к нолю подошли. Два кирпича падает от Варлока, надо 16-й левел, надо срочно собирать рефрешер, потому что минус 1 это 100% делает у нас Жеггернаут, пока что не юзал диффуза Фир. Тут диффуза не будут грейдиться, я так понимаю, за ненадобностью вообще. Тут фишка в Пурже, который встроен в диффуза и который устраняет у нас големов. Узары 2000 после Обливианстафа. Обливианстафа, в принципе, готов, я думаю, Персик уже, надо просто приобрести его, ну и рецепт, до рецепта там 1800, в принципе, можно насобирать. По фарму все в порядке, плюс Медас есть, это уже безусловная помощь финансовая Варлоку. Ну ждем. Персверанс появляется, остается 1300 до самого рефрешера Арбау. Дитяра имеется БКБ, есть Манта Стайл, есть Доминатор, Фейсбутс. В принципе, тролль готов драться 18-й левел. Кстати, по левелам. На первом месте Дитяра по левелам, на втором месте Фир. На Джаггернауте, ну и где-то к 17-му приближается Сумаил, пока что топ-3. Чеширский Кот, БКБ есть, все, в общем-то, укомплектован. Опять же, БКБ о том, мне Слэша не спасает. Не поднимает у нас Чеширского Кота, Форс ставнул себя на хайграунд и бежать как можно быстрее отсюда. Сейчас Firefly закончится, это не лучший вариант. Ну, уже команда ЕГЭ по своим делам разошлась. Джаггер отправляется у нас на мид. А почему не пофармить крипов? В это время команда Power Rangers на Т2 по нижнему лайну. ЕГЭ не подходят. Фир забирает эншентов своих оппонентов. В это время Power Rangers бьют Тауэр, но опять же бьет Дитяра. Остальные стоят на стрёме, ждут, когда кто-то придет дефать. Да, плевала команда ЕГЭ вообще на этот Тауэр. Никто сюда не подошел. Тауэр упал. В это время подпушили практически под хайграунд. Игроки Power Rangers, игроки ЕГЭ. Пэры вынуждены отправляться на свой хайграунд. Игроки Power Rangers, игроки ЕГЭ. По сценарию команды ЕГЭ, как ни крути, они действительно посерьезнее, ребята, будут. Тут по уровню, в общем-то, все это понятно. Я говорю, конечно же, по скиллу самих игроков. Хотя, вроде бы, и ПР выигрывает по фрагам, и по экспириенсу, кстати, ПР и впереди по голде в ноль. Но что-то мне подсказывает, что Джиггернаут скоро не почувствует здесь ни големов, ни Тролль Варлорда. Тут через одну ульту можно будет разбирать дитяра. Правда, есть Монтостайл, но тоже... Ну, не знаю, просто не знаю. Я не топлю, конечно, за ЕГЭ ни в коем случае. Кто здесь выиграет конкретно, меня меньше всего интересует. Да кто угодно, в принципе, пусть выигрывает лишь бы ПР. Вышли на Т2, Пауэрэнджер. В спину заходит ЕГЭ. Вот сейчас у нас будет деловая встреча. Юниверс, двоих на себя. Джейфо на ЛОХП. Квеллингвей даже не юзали. Зара разваливается. Ульту не дает. Фир стоит под... Стоит, в принципе, под Дезвордом. Ну, два в два разменялись уже неплохо. Пошла погоня за Юниверсом. БКБ. Провязал у нас Чеширский кот. Ну и Юниверса убили. Убили Юниверса. Здесь Сумаил. Дитяра бьет и очень сильно бьет. Сумаил готов, я думаю, теперь с Чеширским котом разговаривать. Жот на ЛОХП. Нет, Жот не на ЛОХП. Сейчас будет. На ЛОХП у нас Бэтрайдер. Сумаил гонит дальше Жотма. В кусты и бить с руки, как я понимаю. Успевает ли? Успевает. Еще один удар и отъезжает у нас Жот. Ну, четыре в четыре. Сумаил не умер в этом файте. Сумаил практически насобирал себе на Аганим. Что это означает? Это означает печаль команде. Пауэррэнджерс полную БКБ становится у Троля бесполезным. У Бэтрайдера БКБ тоже бесполезная. Бьет много, сильно, чисто и абсолютно не реагируя на магический деф. В это время у Вич Доктора, у Жотма появляется все необходимое, кроме Пойнт Бу... Нет, Пойнт Бустер есть. Все в принципе. Аганим собран. Надо только подняться и там уже... Драки где-то повеселее будут в пользу команды ПР. В любом случае, ПР выигрывают. По золоту немножечко они впереди. По фрагам, кстати, на один больше. По экспириенсу тоже две с половиной выигрывают. Тауэр внизу снесли. Т2 сгорел. На миде у команды ЕГ только остается внешний тауэр. Ну, а у ПРов только на топе. Один внешний тауэр. 32 минуты сыграно. Графики мы видели. Нетворс смотрим. На первом месте ФИР. 18600. На втором Дитя Ра. 16 и какие-то еще цифры. У Варлока появляется Рефрешер Орб. На четвертом месте у нас Зара. На третьем месте идет Лина. Лина, она проигрывает в принципе немного троллю. Да вообще практически не проигрывает. Тут одна пачка крипов. И Сумейл сравняется с мейнкерри команды Пауэрэнджерс. Тауэрэнджерс. Ну, разбрелись игроки команды Пауэрэнджерс. Кто-то на миде, кто-то во вражеском лесу. Дитя Ра отправляется на свой хайграунд. Есть от кого дефать. ЕГЭС со всеми необходимыми ультами. Выходят на Т2. Будут ли дефать игроки команды Пауэрэнджерс мы увидим. Ну, подошли. Подошли. Не хотят отдавать внешний тауэр. В принципе, почему? Просто так его отдавать, если это действительно точка оплота. И можно на нее пока что делать ТП. Ну, и в лес сразу на какой-нибудь файт успевать. Почему вообще просто так дарить свои товара? Чеширский код. Видит у нас Юниверса. Где Чеширский код, кстати? В Найтмэр у нас стоит Чеширский код. Ульта пошла у нас от Зары. Загрили на себя. Два голема уже бегают. Рефрешеры. Еще одна ульта у нас от Зары. Фир развалился. Ни одного голема не забрал. Сумаил на лоу хп. Поливают его сверху. Сумаил, скорее всего, доигрался. Дабл килл для дитяра. Убрали только Вич Доктора. Но он выкастывал фуловый просто Дезвард. Поэтому умирать может с чистой душой. Погоня дальше за Уи. Чеширского кода до Даггера еще 4 секунды. Но Форстаф не стал юзать. Там можно было действительно ворваться очень прилично. На какого-нибудь Акса. На какого-нибудь Бэйна. И там не выжить просто-напросто. Дитяра. Сатаник. 1700 сверху для мейн-керри команды Пауэрэнджерс. Тауэр сыпется. Тауэр сгорает. Две стоны на руках у дитяра. Есть Монтостайл. Есть БКБ. Есть Сатаник. Есть Фейсбут. Строль Варлорд на первом месте. Обгоняет наконец-то Фира. На чуть-чуть. На 50 голды. Но... Но это уже... Это уже плюс. Плюс Рошан сейчас упадет для команды Пауэрэнджерс. Втроем драться... Эээ... ЕГЭ не будет. Еще же втроем. О чем тут говорить, тут вообще остался. Один Бэйн, Акс и Леон. Ни одного кор-героя. Нет ни Лины. Нет ни Джаггера. 20-го левела оба. Кстати, и оба оказались в таверне. Добивают у нас Роху белорусский коллектив. Аэгис поднимает Дитя Ран. Действительно, ему нужнее. 2700 на руках у Троль Варлорда. Готовится встреча. ППД в кустах. Видит ли его Жотм? Жотм сразу же в слип. Юниверс готов заагрить на себя. Подкопали у нас Жотма. Жотм на лоу ХП. Пока что без Дезварда. Но у Дитя Ра. Дитя Ра бьет Фира. Ульту Фир потратил. Дитя Ра живет. В принципе, есть Аэгис. Можно и подраться. Зара. У Зары есть сыр. Но не дадут провязать сыр. Из агро не выпускают. Дитя Ра быстрее бежать. Отсюда Юниверс. С Берсеркер с Колом опоздал. Минус 3. Минус 3 разменяли троих героев. Пэйров на одного Леона. ЕГЭшники. Ну, серьезно. Они в Доту умеют играть. И умеют играть лучше всех. Как минимум. Как минимум. Как минимум в Северной Америке. И в половине Евразии. Да, что западней. Там в Азии, наверное, еще есть с кем посоревноваться. ЕГЭ. Ну, в принципе, последний азиатский чемпионат показал, что соперники для ЕГЭ всеотносительные. Врывается Юниверс. Дитя Ра на себя заагрил. Какая неприятная потеря для команды Пауэрэнджерс, если Дитя Ра развалят, а его развалят. Финс Гриб. Лагуна Блейд от Сумаила, точнее. И Дитя Ра отправляется в таверну. Сумаила вытаскивает на себя у Жотма Дезвар через 7 секунд. Надо стопить, как только возможно стопить Сумаила. Сумаил поднимает себя вверх. И, по-моему, это ошибка от него. Убивает у нас Сумаила. 82 секунды его не будет, байбэк. Есть. Так непривычно видеть здесь арканутую Лину. И здесь Лину с классической прической. Я аж не узнаю тебя. Я не узнаю тебя без грима. Кто ты? 1400 у Тролль Варлорда после БКБ. 6412 Дитя Ра. Кда, конечно, не умопомрачительный, но все же неплохо. У Фира 747. У Сумаила 1174. 5511 для Варлока. Но есть Аганим и Рефрешер. А это уже неплохо. Еще и сыр в Итембилде у Варлока лежит. У Чеширского кота 511. Ну классно идет Чеширский кот. Почему же мы этого не видим? И удачные файты не так часто случаются. ППД вытаскивает потихонечку Чеширский кот. ППД из лосо так и не выходит. Пошла ульта у нас от Зары. Съешь сыр, Зара. Съедает сыр. Можно еще один ульт дать. На голову кому там? Да никому, в принципе. Лина выкупилась. Джаггернаут выкупился. Ауи. Очень быстро от 4 големов рассыпается. Фир. Да съешь ты хоть одного. Где диффуза? Почему не юзает? Фир, юзни диффуза. Что такое? Фир, родненький. Что случилось? Шадоусворд на Фире висит. 3 голема. Одного с руки заковырял Фир. И никого больше не забирать. Что? В чем дело? Хочет, видимо, заработать денег на них. В это время Таура падает, пока Фир хочет заработать. Големы упали. Подождите ли Аганим? Нет, о Пурджи ничего не сказано. Я почему-то подумал, что Аганим защищает от Пурджа големов. Но это было бы вообще имбово слишком. Падает и 3 команды Power Rangers на мидлейне. Чеширский кот врывается в Фира. Давай Дезвард туда. Каски по двоим. Дезвард вместе с Аганимом. Минус 2 уже от Жотма. Хотя Чеширский кот забирает этот фраг. Но тем не менее. Жотма отправляется в таверну. Умирает у нас также. Варлок выкупается сразу же. Зара. Джейфо на лоу хп. Джейфо украл финс грипп. В ППД. ППД скорее всего будут разменивать. Сумейл врывается у нас на хайграунд. Сумейла должны забирать. В ветрах летает. Ну, это, наверное, на миллисекунду. Сгорело у нас. Лина. Это Тим Вайп со стороны Power Rangers. Бэтрайдер. Сразу же. Тревела. И вниз. Как можно скорее подпушить. Давайте байбеки посмотрим. Ни у кого у команды. Из команды ЕГ байбеков нет. Байбеки есть только у Power Rangers. Сразу на мид бежит у нас. Чеширский кот. Но тут надо как можно быстрее реализовать. Минус пять со стороны Power Rangers. Зара уже, 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 уже бежит у нас к вражескому хайграунду. Големы должны быть, по-моему, сейчас. Да, 12 секунд. Пока дойдет, как раз будут. Где находится Дитя Ра? Уже внизу Дитя Ра. Бутсов Тревел имеется. Сюда прилетает. И байбеков нет. Просто бить того Ра. Через Манта Стайл. Через все, что только может быть. Сторону надо сносить. 6 секунд. Не будет у нас Леона. Леон тоже не помеха. БКБ есть. Леон ничего не сделает. В соло, не в соло. При помощи чьей-то ничего. Дитя Ра на мид пошел. Тут Т3, в принципе, тоже сильно битый. Ну и Милишный Барак. Не забыть забрать Милишный Барак. Уже есть, в принципе, есть уже ульт у нас у Варлока. Есть уже рефрешер. Ну давайте Големов на голову третьему лайну и давайте сносить. Че вообще мучатся? Через Манта Стайл. Где, кстати, команда ЕГЭ не подходит. У Троля есть Сатаник. Можно попробовать подраться. Юниверс поднимает у нас ветра чеширского кота. Чеширский кот форс став отсюда как можно быстрее. Дитя Ра провязали у нас, кстати, ульту. Финс Гриб, дитя Ра. БКБ включил и в Юниверса. Тут Лина разбирает у нас дитя Ра. Дитя Ра погибает. Но Дезвард стоит на фул, просто на фул дэмэдж. На лоу ХП здесь Ауи, Ауи уже под своим фонтаном. Ну и Сумаил тоже приезжает. Четыре Голема. Все хорошо для команды Пауэрэнджерс. 32-39. 42 минуты 50 секунд. Падает топ. И команда ЕГЭ пишет ГГЭ. ГГЭ от ЕГЭ даже удивительно. ЕГЭ не справились. И что? Это то, о чем я говорил. Как хорошо читаю. Это то, о чем я говорил. Команда Пауэрэнджерс смогла навязать свою игру. Варлок реализовал все, что было необходимо. Тролль Варлорд. Единственный оплот вообще на лейт. Ну не единственный. Не считая, конечно, Големов Варлока. И этот сделал все хорошо. Да и Жотм шикарно зашел. Через Дезвард. Тут дэмэджа нанес уйму за всю игру. Поздравляем ПРФ с забранным одним поинтом. Это 1-1 в серии Бест оф 2. Сегодня Дота у нас заканчивается на нашем канале. Завтра все, кто здесь, все, кто слушает. Завтра игра Hellraiser против команды BBC. Там один-единственный матч. Этот один-единственный матч решит судьбу первого места в европейском дивизионе в группе А. Где Hellraiser с BBC имеют одинаковое количество поинтов. Кто выходит сразу же и летит на лан-финалы с первого места без стыковых, без каких-то сражений с какими-нибудь азиатами или какими-нибудь ненужными американцами. Тот, собственно, красавчик. Надеемся, что это будет Hellraiser. Ну и за BBC можно, в принципе, болеть. Но это, наверное, лишено смысла. Это будет завтра в 21... 21 сет. Да, все верно. 21 сет. Это 22 по Киеву, 23 по Москве. Обязательно всем быть, всех звать. Мам, бабушек, сестер, братьев, друзей, домашних питомцев. Матч будет колоссальных масштабов. Все, услышимся завтра. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Заходите на YouTube. Не забывайте там нажимать подписаться. Это очень важно. Ну и нажимайте follow на Twitch. Для нас это... Ой, как важно. Для вас это всего лишь щелчок, а нам это на секундочку, собственно, поднимает настроение и делает все желание стримить для вас снова, снова и снова. Это студия Игрокам ТВ. У микрофона был друг. Услышимся уже завтра. А пока что меньше играйте в доту, больше читайте в книг. До скорой связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok